я покажу несколько примеров да я даже не менее от какой-то четкой структуры попробуем сделать виде такого семинара что ли мне очень интересно ваше мнение будем обмениваться я буду показывать пробовать какой-то четкой структуры доклада нет слайдов нет мы будем только смотреть на код я покажу раз два три четыре разных библиотеки которые я сам создал за последние там три года папа покажу какими пользоваться объясню почему пользоваться не надо и что я сделал неправильно в них чтобы я сейчас сделал по-другому если останется время покажу еще две вот такая примерно у меня структуры готовы все java знакомы все java программисты правильно я понимаю тут никаких ruby php отлично значит я сделал такую библиотеку несколько лет назад которая называется сейчас ее на гитхабе покажу который называется джейкебе джейкебе такое семейство разных небольших библиотечек которые вот я создавал и потом ко мне присоединились еще программисты и мы их продолжаем вести которые такие небольшие и многие из них помогают сделать джаву несколько лучше чем она есть читает библиотека аспектов которые через аспектно ориентированное программирование помогают сделать такой ряд полезных вещей в джаве сразу конкретный пример вам приведу от него будем отталкиваться что такое аннотации тоже джаве знаем да плохо но знаем да давайте сделаем такой класс какой-то да и в нем какой-нибудь метод который будет возвращать нам например какое-то текущее время значит первое прикольная аннотация которая интересно показать предположим что нам этот метод иногда будет бросать exception и мы не хотим как можно взять случайным образом по моему это как-то так до ну какой-нибудь exception да то есть он будет каждый второй вызов он будет бросать exception предположим что это реальный метод в котором происходят какие-то операции мы этот exception мы не хотим каждый раз отваливаться по exception а хотим чтобы мы чтобы метод был более настойчивый то есть он не 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 падал при первой же попытки опробовал несколько раз например метод загружает какой-то контент из из веба и мы не хотим мы не хотим отваливаться сразу вот сделали мы такую аннотацию которая называется retry on failure представив такую аннотацию вот здесь мы вызывая этот метод я запущу его из командность из 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 авиа это работать не будет но из командной строки будет сейчас мы это поправим да он ничего не возвращать не возвращает цифру 5 пока все правильно он скомпилится что у нас какие-то ошибки а ну никуда да ну допустим здесь какой-нибудь то если мы его запустим без аннотации давайте уберем ее то он будет работать как-то так видно да вот он в одном случае сработал другом случае не факт в любом случае он выдал exception видно да то есть он случайным образом будет падать при следующей попытке он сработает потом он не сработает он будет падать при каком-то значит мы добавляем сюда аннотацию которая называется retry on failure я ее использую часто во многих проектах у нее есть несколько параметров если мы сюда нажмем можем сказать какое количество попыток она должна сделать например 3 какой должен быть между ними интервал между этими попытками там 30 сколько 50 чего-то 50 миллисекунд и еще ряд параметров допустим мы сделаем по дефолту ничего не будем конфигурировать три попытки допускаем и смотрим ну потому что ну тут много чего неправильного да много чего много их ошибок ну да да это стоят чеки статически да я могу объяснить каждый если интересно ну здесь например вот здесь я могу так на скрипку почему вы думаете этим красным exception подсвечен нет ставить exception почему красного цвета нет еще еще раз нет нет текста да а почему рендом красным нет 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 такого такого чека у меня нет вы не знаете на самом деле а если я так сделаю как там next 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 in да все равно красным почему никто не не знаю не с ними сталкивался так близко а какой правильный секьюры да да и здесь кентризов ну да так он все равно а потому что он int нам нужен double все а почему здесь красненьким time тоже не знаете нет но близко но нет я думаю проблема с доступом проблема с его правами доступа да он может быть он не файл проблема в том что метод не файл то есть его могут переопределить класс не является файналом метод не является файлами не является абстрактом и вот киеве про эту тему поднимали то есть он должен быть вот так или даже даже лучше класс должен быть сделан файл на файл мы-то на красный почему класс красным какие мысли правильно а сейчас почему а сейчас почему было то скажет почему эти два слова красным правильно а почему он все равно красным Потому что ничего не им приметит Потому что через MUMO Package Visible Inner Class Foo Public либо да Все, а здесь почему красный Мы сейчас посмотрим, а он может быть static Это, кстати, интересная проверка, смотрите В последних IntelliJ она была предложена Этот метод Вы понимаете, о чем идет речь? Он пишет, метод time может быть статиком Потому что здесь нигде не используется Да, то есть нет нигде дыса Поэтому метод действительно должен быть статический Потому что он никак не работает с объектами И тогда здесь мы должны вызвать его Статик методы плохо, да Но в данном случае Так, все, согласен, без статика Все Пробуем еще раз Пробуем еще раз Сработал с первой попытки То есть ничего не произошло Давайте посмотрим еще раз Давайте увеличим вероятность провала Он все время срабатывает Давайте сделаем так Если дабл меньше, чем 0.8 То есть он будет падать в 80% случаев Смотрите, он все равно result Result у нас все равно pass То есть у нас test build success Но exception мы видим Смотрите, что произошло Он нам пишет в логе Time Попытка номер один из трех Провалилась Прошло 846, там 64 микросекунды Одна миллисекунда мы подождали уже Exception нам сообщил И пробует еще раз Вторая попытка тоже провалилась И на третью попытку он сработал То есть этот retry and fail Понятна его логика Он просто вызывает, вызывает, вызывает Каждый exception он ловит, бросает в лог И повторяет еще раз Удобная техника Все, что мне нужно было сделать Это добавить здесь Один простой Одна простая аннотация Это называется Аспектно-ориентированное программирование То есть этот retry and fail Он предлагает При компиляции Он предлагает компилятору Изменить этот класс На лету И сделать так, чтобы При попадании При вызове метода time На самом деле Вызов уходит на так называемый Аспект Который является куском кода Который находится где-то Мы его не можем сейчас найти Он в библиотеке Этот кусок кода выполняется И в нужный момент Внутри этого куска кода Происходит вызов оригинального метода time Когда-нибудь сталкивались с этим? Наверное, в спринге есть такие штуки, да? А сами писали такие аспекты? Да Писали Ну тогда все окей Да, такой один Да, я услышал Два Хорошо Попробуем еще один Еще один такой у меня есть С этим понятно Да, удобно использовать Да, все, что нужно было Что интересно Все, что нужно было для того Чтобы это заработало Нужно было Добавить По верху после компиляции Джавы Нужно добавить еще один шаг Который называется Вплетение Или weaving на английском Который запускается Отдельная тулза Из библиотеки Aspik.j И эта тулза Проходя по скомпилированным Джава классам Меняет их и перестраивает Я могу показать Это делается на compile time Да, на шаге после компиляции То есть если мы здесь посмотрим Таргет Что у нас получилось То мы видим Что вот это классы Которые конечные Вот они у нас так собрались Так А вот наш класс Который называется У нас вообще в тесте идет Речь идет о тестах У нас тест-классы Так Вот у нас этот Львив-тест У нас в оригинале Был один класс Но в итоге Их получилось три Видите То есть если бы мы не делали Этот weaving У нас бы получился Один единственный класс Львив-тест.класс Если мы уберем этот шаг Посткомпиляционный шаг То никакие эти аспекты Работать не будут То есть аннотация будет стоять В коде Но запуска Она ни к чему не будет приводить Это будет просто аннотация То есть аннотации Просто недостаточно Аннотация просто информирует Этот посткомпилятор О том, что нужно произвести Манипуляции И создать еще два Вот таких вот класса Понятно более-менее Да, как это происходит Ну такая магия Которая она Мы сейчас поговорим Почему это плохо Но вы должны понимать Технически А вот это оригинальный Оригинальный Вот отсюда Unwoven test Это даже не оригинальный В общем, не суть Так это работает Давайте идем дальше Еще покажу Такие три интересные аннотации Аннотация называется Logable Мы добавляем ее к методу Если мы хотим увидеть В процессе выполнения Мы сейчас после этой аннотации Мы в логе Увидим Как метод Выполнялся Очень часто бывает Когда вы делаете Какой-то дебаг Или Анализ того, что происходит И вам нужно просто посмотреть Когда, в какие моменты Вызывались методы И к чему они Давайте уберем exception И к чему они приводили Logable аннотация Добавляется И все вызовы этого метода Будут сразу попадать в лог Сейчас покажу как Вот эта строчка Которая, да Вот эта строчка Которую мы увидели Видите То есть он нам показывает Time был вызван Он вернул цифру 5 За 2 и 48 миллисекунд А внутренности она нет Довольно удобно А внутренности она не трогает Она только внешний барьер Она стоит на внешнем барьере В метод То есть при входе в методы Она засекает время Потом выполняет Вызывает этот метод При выходе из него Считает сколько ушло времени И бросает это в лог Удобно Весьма удобно Можно эту аннотацию Прикрепить вообще Вот сюда К классу И тогда все его методы Будут сразу автоматически Превращаться У всех у них будет Одинаковое поведение Довольно удобно Аспектно-ориентированное Программирование Сейчас мы обсудим Почему этого не надо делать Следующая аннотация Которая тоже интересно Посмотреть Допустим Сделаем так Давайте каждый раз Возвращать новое Случайное число Какой-нибудь NextInt И каждый раз Его вызывая Мы его Давайте сделаем так Я сделаю это Как объект А потом вызову Этот Time И вызову И выведу его в консоль Раз Первая попытка Вторая и третья Что мы сейчас Увидим В консоли Какие предположения NextInt По-моему нам нужно Здесь предел указать Да Как-то так У нас будет Наверное Три разных значения Логично, да Ну по идее Да Давайте проверим Да Три разных значения 36, 83, 93 Теперь мы добавляем Аннотацию Которая называется Cacheable Исходя из имени Наверное можно предположить Что мы получим Три одинаковых значения Сейчас То есть это такой Налиту Создаваемый кэш Который примитивно Реализуется внутри Просто через статический Через такой большой Статический хешмап Который хранит Все результаты Всех методов Имплементация Крайне простая Это не какой-то там Супер Jcache Или что-то еще Она довольно примитивная В памяти Но для многих ситуация Она подходит Добавил одну аннотацию И вот мы получаем Одно и то же значение Видно, да 37, 37, 37 И где-то здесь Можно Если включить Уровень дебага То он напишет там Что в кэш сохранился Из кэша достался В кэш очистился И так далее Можно сделать еще одну Там еще одна такая Аннотация удобная Которая позволяет Кэш очистить Допустим мы Тайм читаем Он один раз его поймал Он будет его пожизненно хранить Ну или не пожизненно А можно поставить На какой срок Тут лайфтайм есть Мы можем показать Что он должен хранить Его Там Не знаю 5 Секунд 5 секунд Через 5 секунд Он Сменит это дело И кэш очистится Но можно сделать еще И механизм Принудительного Принудительной очистки Кэша Например Как-то так Мы сюда ставим Такую же аннотацию Кэшабл Только Точка Флаж Автор Означает Здесь ничего не надо делать По этой аннотации Система поймет Аспект этот поймет Что когда мы вызвали Метод клиер То все остальные методы Которые были закешированы В рамках этого объекта Должны очиститься Если я сделаю Вот так 3 раза Потом сделаю здесь Клиер То При последующем вызове У нас будет новое значение Логично? Понятно пока? Следите, да? Опять же Мы приходим к тому моменту Когда будем говорить Почему это плохо Пока оно вроде как работает Видно, да? 83, 83, 83, 95 Твоя Твоя Да Да, это я сам писал Да Да Они написаны мной Сейчас посмотрю Четвертый я хотел показать Да Ну и последний Тоже интересный Который может быть вам полезен Я их использую Хоть это и плохо Хоть этот подход Мы сейчас будем критиковать Но я их использую В проектах И Да Ну потому что Практически они удобны Java пока не позволяет Нам сделать Иначе И мы сейчас обсудим Почему Но мы должны понимать Какой недостаток У этих решений И последний Который интересно посмотреть Называется он Timable Добавляем аннотацию Timable И говорим здесь Что у нас есть Всего лишь одна Всего лишь одна секунда На выполнение этого метода Всего лишь одна секунда А здесь мы сделаем Какой-нибудь Чего Ну while true Можно Но while true Хороший кстати Point Сейчас я вас спрошу Почему это не будет работать Ну во-первых Почему красный Почему не компилируется Вопрос первый Знатокам Unreachable Unreachable Да Код не попадет То есть Java Compile Понимает Что нужно здесь Какой-то вариант выхода Ну давайте здесь напишем Что здесь нужно написать Предложения какие-то есть Все что угодно Ну давайте тот же самый Random По какому условию Мы будем выходить Ну давайте так Если Если random равняется 0. Сейчас мы подойдем 0.123 То есть фактически никогда Да Так мы компилируем И он наверное Этот метод будет Достаточно стоять Достаточно долго И ни к чему Хорошему не приведет Давайте его вызовем И запустим Давайте без timable Чтобы убедиться Что он реально зависнет И машина будет стоять Java машина Получилось да? Он стоит и ждет цифры 1.2.3 Которые мы когда-нибудь Увидим Но не скоро Я добавляю метод Timable Как вы думаете Как работает Эта аннотация Внутри Технически Как она реализована Как бы вы ее реализовали Ну вот аспект этот Так как его реализовать Как сделать Еще раз Сред запускать Да Запускаем параллельный Сред Который постоянно считает Время И когда время выходит Он делает что? Еще думаем Что он делает Когда У нас есть два среда В основном мы запустили Второй Запускаешь Как мы останавливаем сред? Интерапт Интерапт Правильно То есть второй сред Который мы запустим Он на ground работает И считает время Когда время выходит Он вызывает сред интерапт На оригинальный сред Правильно? Оригинальный должен поддерживать Молодец Почему вот сейчас не сработает? Потому что мы Давайте запустим И посмотрим Почему же ты не дефицитал Баллотацию Чтобы он вставлял Бот Который реагирует На интерапт Мы все равно стоим Видите? То есть Сред Сред делает Вызывает интерапт Но оригинальный наш Сред Игнорирует Этот вызов В java По-моему В какой-то В четвертой Что ли Прекратилась поддержка Там раньше была Функция Когда сред Можно было Принудительно убить Ну там есть Такой метод Но его по-моему Уже он деприкейт Они все деприкейтят Не А интерапт не деприкейтят А это стоп Да Но они по-моему Уже не работают Технически То есть Работают Все равно убиваются Ну это типа считается Как крупная ошибка Джавы В чем здесь проблема Почему эта ошибка Какие мнения Почему этот стоп Почему так сделано Что мы вызываем интерапт А оно не То есть Почему нет метода стоп По которому из одного Среда можно просто Убить второй Сред и все Как вы думаете Несекренно То есть Сред можно что-то делать Он должен Зайшить свою работу Интерапт Так Или сантьер Сред Несекьюрно Он может что-то делать Контексты Дескрипторы Могут быть Отключения Да Он должен Коллега Завершится работа Не просто Ну наверное да Я не знаю точной причины Но наверное такие Да У меня нет ответа Ну наверное да Я согласен Наверное это такая Есть причина Окей Давайте сделаем по-хорошему Как мы это должны сделать Как мы сделаем так Вот здесь вместо этого Ифа Значит мы Окей Мы выходим по такому состоянию По какому еще Как нам сделать так Чтобы мы Поддержали этот процесс Ну ты должен В этом вот Вайле поставить Ну я ставлю Иф что Нет давайте без слипа Давайте под наш Руками напишем Есть ли Сред 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 Бизнес Логика Непонятно Кто может вообще Поставить туда Значение Интераптер То есть Считаешь этот ход И куча вопросов Нужно лезть Сразу же В этот Тайм Понятный Работу Согласен Давайте сначала Запустим Посмотрим Живет ли оно Я думаю Должно Сейчас посмотрим Через секунду Все Через 5 Сколько там было Да Вот мы получили Интераптер На двухсекундном Таймауте После одной Овер То есть мы прошли Две секунды Он говорит Это больше одной И он его Откенсел И все корректно Вышло Без всяких эксепшенов Значит Правильное замечание Что здесь оно Не очень корректно Выглядит Потому что Ну хотя для меня Выглядит окей На самом деле Но можно написать Слип Да Давайте попробуем Написать Слип Как писать Слип Знаем Да Нет там по-моему Не так Секунд А потом Слип один Вот так Да Давайте Вот так Давайте тогда без Вайла Нам вайл не нужен Уже Почему он красным Эксепшен Какой эксепшен Интераптер Так Нет Не так Вот так Да Хорошо Мы ловим Этот интераптер Эксепшен И И делаем Здесь брейк Да Так А Да Точно Вот как-то так Да Некрасиво Как-то Да Ладно Ладно Давайте так Не будем Давайте его просто Пробросим Дальше Да и все Все Проблема решена Внутри этого То же самое В принципе роли не играет По какой причине Я хочу чтобы у меня Эти 10 всесредов Каждый отстреливал Там за 50 миллисекунд И не дольше А если ему нужно дольше То пусть он лучше Делается Пусть он лучше Произведет эксепшен И какой-то клиент Будет недоволен Но это будет один Из тысячи клиентов Чем если у меня Залипнет один поток И 10% нагрузки У меня просто потеряется Нагрузочной емкости Потеряется Из-за того что у меня Один из 10 потоков Просто зависший Там на секунду Или на не знаю 10 секунд Поэтому я ставлю Код который у меня Выполняется Часто я так делаю Я ставлю этот таймабл Который отсекает Там через 100 миллисекунд И все И таким образом Я вижу ошибки Если начинается Это отсечение Я вижу в логах Что у меня какие-то Среды крэшатся По тайм ауту И начинаю обращать На них внимание Но в целом Общая картина Этого сервиса Она получается так сказать Ну более устойчивая Чем когда я даю Средам возможность Работать сколько угодно Времени То есть я увидел Это как такой Положительный для себя Тебе нужно сюда Вставлять проверку Из интераптед Да Ну не Слип все Слип делает сам проверку А нет Слип пробрасывает Интераптед эксепшн Да Но он Этот эксепшн Давайте запустим И увидим То есть слип сейчас зависнет Когда произойдет интераптед Когда будет интераптед Вызван на Ты же слип у себя Не вызываешь Входя Я вызываю Ну в своем Входя Вот он нам Бросил интераптед эксепшн Еще и с текстом Видите То есть он Вот этот метод Вот здесь он завис Вот тут Здесь мы его вызвали Он стоял там 100 секунд Ждал 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 Потом произошло Интераптед Статус интераптед Изменился у Среда Статус Когда мы вызываем Сред.интерапт Там всего лишь Ставится флажок Там больше ничего Не происходит Просто в Среде В памяти Ставится буллиновский флажок В true Вот и все Это все что делается Когда мы вызываем Сред.интерапт И когда там Ставится флажок в единичку В true Должен кто-то Этот флажок прочитать Если никто его не читает И все его игнорируют То Сред продолжает Своё выполнение Поэтому тоже Если вы пишете Какой-то длинный код В котором идет работа Допустим с математикой Расчеты И вы не обращаетесь Никуда к файловой системе Не обращаетесь Никуда к каким-то Сторонним библиотекам То скорее всего Нигде не проверяется Этот флажок И поэтому Если у вас какая-то Длинная математическая логика Которая долго что-то считает То на мой взгляд Это корректно В этих циклах Расчета например Периодически проверять Флажок на интерапты Тогда у вас будет Сред Так сказать Ну дружественно продизайнен Под использование В так сказать В среде Где его хотят Иногда могут остановить Потому что Если ваш код Да Делать какие-то длинные Математические вычисления Я ставлю этот Таймабл То мы никогда не закончим Он будет считать Игнорируя мой Игнорируя мой сигнал Не хочешь Проинструментировать код Чтобы она сама расставила Ну вот тогда мы будем Влазить Сейчас мы как раз К этому подойдем Тогда мы будем Влазить в код А люди будут Программисты не будут знать Почему так произошло Допустим он не хочет Чтобы его Познать с аннотациями Что происходит Ну вот сейчас мы Про это поговорим Вот такие 4 аннотации Называется это Аспектно ориентированное Программирование На мой взгляд Это неправильный подход Какие мысли почему Как вы думаете Почему это можно считать Неправильным Что здесь плохого Мы видим преимущество Понятно преимущество Очевидно Я написал одну строчку кода А там вот такой блок Такой кусок кода На самом деле работает Но что здесь не хорошо Не явный код Совершенно правильно Не явный код Мы не знаем Где этот код Вот как мне сейчас найти Этот вот сред Который таймабл Где он запускается Как он стартует Как мне этот код найти Нажимая сюда Я вижу Ну вот это вот Все что я вижу Поиск поискать Где используется Натация Где на марсе За отрабатывать Поиск по всем Поиск по марсе Да По сорсу И находишь где на Какой сорс искать У меня в сорсу У меня один файл Библиотека Это не проще Библиотека Ну давайте пойдем В эту библиотеку Смотри Гарантированный способ JVM может тебе наружу Выдавать Ассемблерный код Который Натемиризм Ты его можешь Считывать И анализировать Это первая проблема Которую я вижу Это то что Непонятно как это работает Хотя у нас была Большая дискуссия На Java Day Относительно этого И Женя Борисов Считает что это хорошо Вот его сейчас нет К сожалению Но мы бы может поговорили Он считает что это хорошо Что код не виден И его аргументы такие Что а зачем его видеть Зачем нам здесь вот знать Как этот сред запускается Как он там стартует Ну вот мы поставили аннотацию У нас такая магия там произошла Как в этом спринге Который вы обсуждали Там тоже налепили Налепили аннотации А потом большинство этих пазлов Которые вы обсуждали Это о том Как же эта магия работает И спрашивала у вас Женя А что произойдет Вот это и вот это И люди гадали Вы все сидели и гадали Может быть так Может быть так Кто-то лучше знает Эту аннотацию Кто-то хуже Я например знаю Как этот таймобл работает Вы не знаете Я его писал Вы не знаете Вы будете на него смотреть Если он не работает Вы на этом и закончили Может быть и в этом да Может быть и в потоках да Потому что в джаве Это уже много Таких скрытых вещей Магии этой А в спринге Это вообще одна магия Которая приводит На мой взгляд К неподдерживаемому коду Код который нельзя понять Ну понимаешь Как дока Ну наверное Но я К таймобл есть Ну давайте нажмем Мы увидим Ну вот документация Вот она там Страничка текста Ну вот используйте так Нажмите сюда Важно отметить Ну да Ну ага Ну можно сказать Хватит Да Наверное Но Я не думаю Что это помогает нам В стратегическом Добавлении таких магий Увеличение их количества В коде В целом Направляет нас Туда куда мы Где мы получим код Который понимаем Не только мы Но и люди Которые впервые С ним сталкиваются Вот так Ну допустим Сейчас вот мы Вот сейчас я покажу Сейчас я покажу Конечно Через декораторы Андрей был на Java Day Да Он его и организовал Сейчас посмотрим А вторая проблема Которую я вижу Это не столько Непонятности Где этот код Находится А в том Что мы Жестко забиваем Мы жестко Прикрепляем Эти аннотации К нашему К нашему Классу И дальше При его использовании Вот здесь Вот Мы не имеем Вообще Никакого контроля Относительно Того Что происходит То есть Здесь я просто написал New Foo Все Есть там внутри Timable Есть там внутри Logable Или нету Вот он так Будет как есть То есть Мне фактически Навязывают функционал Который мне может быть И не нужен Например Я В какой-то ситуации Мне нужно Чтобы этот метод Foo Можно назвать его Не знаю Какой-нибудь там Сервис Мне нужно Чтобы этот сервис Чтобы этот сервис Отваливался Через секунду А в другом случае Мне нужно создать Этот сервис Который отваливаться Не будет Мне нужен сервис Который будет работать В одном среде Мне важно Чтобы он там В микросервисе Чтобы он отпадал Отпадал быстро А здесь мне нужно Тот который будет Работать Максимально долго Как мне это сделать Все Я ни такой возможности нет Потому что разработчики Этого сервиса Вбили туда Эту аннотацию То есть аннотация Ее главная проблема На мой взгляд Java Вообще идея аннотации На мой взгляд Ложная в Java Это неправильное направление Движения Это вещи Которые прикрепляются Жестко к классам Не позволяя Ни пользователю Этого класса Ни авторов Ни коду Внутри этого класса Контролировать эту ситуацию Этот код Который вот здесь внутри Он тоже ничего не знает Про аннотацию Он тоже не понимает Что происходит Ни этот код Не понимает Не имеет доступа туда Ни этот код Не имеет доступа То есть мы Что-то такое Лепим поверху Объекта Даже не объекта А поверху класса Даже объект Не знает об этом Мы нарепляем Что-то на этот класс Мы фактически Меняем дизайн класса И потом Никто не может Его Не потрогать Не поменять Ничего с ним сделать То есть это жесткая Такой хардкод Такой подход Который Единожды делается И отменить его Невозможно Вы сейчас смотрите На них Позитивы Да Если посмотреть На позитивы Позитив я только что рассказал Это прекрасно Да Они короткие Они короткие Они простые Да Они добавляют магию какую-то И они прекрасно работают Если вот например Я знаю как они работают Я их иногда использую Но если бы можно Сделать было иначе Я сейчас покажу как То мне было бы лучше И вам было бы лучше То есть аннотация Это java повернуло В направление Вот когда их придумывали В направление На мой взгляд Это облегчить жизнь Плохим программистам Вот они не знают Как точно работать Что такое объектно-ориентированное Программирование Как эти объекты склеивать Давайте им дадим аннотации Они их поклеят Поклеят И мы весь функционал Перенесем к умным программистам Там вот спринт Куда-то еще А этих научим Вот через пазлеры Там решать точечные проблемы Вот так я это вижу То есть просто объясним Что вот это сюда Прикрепи сюда Такую аннотацию Это сюда Как это внутри работает Я не уверен Что все кто здесь присутствует И правильно отвечали Те кто правильно отвечал Реально видел код Как внутри реализовано Внутри этого спринга Эти пазлеры Ну эти вернее Аннотации Она для всех сделана Для хороших и для плохих Да Так она сделана так Что плохих количество Увеличивается в итоге А порой Все могут себе позволить Сыры по 500 Ну наверное Может быть так Ну я бы делал это иначе Я это покажу как Я бы убрал эти аннотации все Если бы Java Ну давайте Окей Допустим начнем сейчас Так сделаем что можно И я бы сделал как-то так Во-первых я бы сделал интерфейс Безусловно Назовем его как-нибудь так Давайте назовем его сервис Сейчас дайте мне минутку Мы сейчас немножко походим Назовем это Какой-нибудь там Base сервис То есть тот самый Который вот Выполняет работу Так почему time красным Еще раз Overriter нет Почему здесь подчеркнут Interrupted exception Еще раз Потому что его нет в интерфейсе Правильно Так вот у нас Base сервис Который это считает Почему этот здесь интерфейс Почему сервис красный написан Справа Еще Попытаемся Почему интерфейс Почему сервис красный Не знаем да Потому что нету вот так Понятно Так правильно Потому что просто сервис Понятно да Возникает confusion Мы не понимаем о чем О каком сервисе идет лечь Либо нужно идти вверх И смотреть в импорт Либо мы его искать должны Внутри класса То есть хорошая практика Программирования IntelliJ советует Чтобы было всегда Fully qualified Так называемый То есть полное имя класса Через точку Точно так же как Dys нужно обязательно использовать Нельзя писать просто имя переменной Или просто имя метода Пишем всегда Dys точка Да всегда 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 это обязательно Да Ну я так рекомендую IntelliJ со мной согласны Почему здесь сервис красным Потому что не паблик Потому что не паблик Да Хорошо Смотрите мы уже потихоньку Да я сейчас Доклады покажу Ты уже будешь Лучше чем IntelliJ Да Так Дальше У нас есть такой интерфейс Теперь мы хотим Чтобы он был Чтобы он был Допустим logable Да Чтобы в логе мы могли писать Давайте начнем с простого Значит что мы делаем Декоратор Мы делаем декоратор Отлично А у меня декоратор Да Сто процентов Да Почему это красным Какие мысли Еще раз Конструктор Правильно Добавили конструктор Так Все красиво Все сереньким Значит у нас есть Logable Который делает Фактически пока ничего Он просто Возвращает То есть он просто Пробрасывает сквозь Понятно да Что такое декоратор То есть мы заворачиваем В него Он тоже имплементирует сервис Он тоже является сервисом Но он сам ничего не делает Он просто пробрасывает вызов дальше Мы его можем использовать Таким вот образом Мы можем написать Что наш сервис Равняется Base service Но мы его завернем Еще в декоратор И напишем здесь Вот так выглядит декорирование объекта Понятно да Это самая та лесенка Которая Против которой многие выступают Но мне она нравится То есть вот они так лесенкой 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 Давайте попробуем Проимплементировать здесь Этот Logo Было это не сложно Ну для Logo Было это не сложно Какой-то результат Там T Давайте засечем время Как будем засекать время? Как? Кого? Шипелев А у шипелев Как засечь время А потом сказать Сколько миллисекунд Это заняло Анотации Анотации Так я сделаю так Тодал Какой-нибудь там Ну какой-нибудь там У нас здесь будет дельта Так вопросы сразу Почему плюсики красненьким? Потому что Потому что Потому что нужно Да Потому что Конкатенация строк Это плохая практика Все знают почему? Почему? На самом деле компилятор Тебе тот самый Стринг пил Наверное, да Но в чем Как вы думаете Главная проблема Этих строк Конкатенация строк В чем ее главная беда Еще раз Про создание новых строк Я услышал Но правильно замечено Грамотный компилятор Сейчас это дело Все разрулит И будет там Конкатенация То есть Это уже не проблема В современном мире Я думаю Что вот эта причина Она ближе Переставление Если ты К примеру К единичке Прибавишь строку Вернее символ То будет один результат Если ты К символу Прибавишь единичку Может быть Второй результат То есть там Не всегда Ну похоже Да На мой взгляд Главная проблема В том Что это нечитаемо Вот я согласен Оно нечитаемо В плане того Что оно тяжело Поддерживать Тело считать Тяжело понимать Давайте это переделаем И увидите Как красивее станет Есть такая А Локализация И локализация Тоже будет Очень затруднена Да Вот так это должно Выглядеть По-хорошему Как же Объект Пагматор Ну Статик метод Потому что Java Добро пожаловать А Outprintf Так Ну смотрите Что-то я Сегодня новое изучил Ну вот Да Так значительно красивее Почему Потому что Вот эта целиком Строка Она целиком Нам дает Контекст Или целиком Дает нам сообщение Которое мы ожидаем увидеть И в нем Заменяются Вот эти Процент Д Знаете Как это форматирование Работает Да Это из Из C++ Из C Вернее Пришла функция Printf Она там Называлась Называется Очень удобно Значительно лучше Чем вот эта Конкатенация строк Которая Которая выглядит В итоге плохо Почему System Out Красным А? Логер Логер Что логер Это считается Кто не знает Вообще Это считается Плохой практикой Использовать System.out System.in В принципе Потому что Это hardcode Такой Ну Это вбитый Это жестко Прикрепленный Наш класс Получается Жестко прикрепленный К консоли То есть Его уже Эта Депенденция Нельзя разорвать А это плохо То есть Должно быть Вместо этого Должен в конструктор Передаваться Какой-то Printstream Или какой-то Output Stream И в него Мы должны писать И тот клиент Который нас вызывает Должен принимать Решение Относительно того Будет это System.out Или будет это Кто-то другой Но это мы Изменить не можем Поэтому Почему Start красным Ну это вы должны знать Final Правильно Почему Т все равно Красное Короткое Имитив Короткое Правильно Андрей Ты уже знаешь Больше чем Так Да Да Я понимаю Так Ну вот Мы сделали Этот Logable Декоратор Он делает Все то же Самое Что делал Наш метод Logable Что делала Наша Аннотация Но теперь Когда мы Смотрим На код Вот здесь У нас У нас Исчезли Все те Проблемы Которые Мы обсуждали До этого Во первых Я могу Нажать сюда Кнопкой Мышки И увидеть Как это Все работает Я могу Сразу попасть В тот Код Который Делает Этот Log Я сразу Понимаю Что там Выполняется Второе Я могу Контролировать Мне не нужно Чтобы он Logal Нет проблем Я просто Использую Так сказать Base Сервис Мне нужно Слогом Это в моих Я это Контролирую Эту ситуацию Я задекорировал Его Обернул В Logable Сервис И он Стал Logable Мне нужно Чтобы он Был Таймабл Чтобы он Умирал Через Через Одну Секунду Нет проблем Я делаю Какой-то Таймабл Сервис Например И заворачиваю Его Три раза С какими-то Параметами Я могу Здесь поставить Одну секунду Например Я не знаю Ну как-то Не важно Одну секунду Жить И так я могу Заворачивать 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 В любой комбинации В любой последовательности У меня получается Декорированный сервис Но это все В моих руках Я это контролирую С помощью аннотации Код неизвестно где И я даже не могу Его поменять И я не могу Вовлиять на это Он уже зашит Аннотация жестко Прикреплена к классу Вот это главная проблема Если бы так было В том же спринге Если бы не было Этих всех Пост конструкт Автовайр Еще чего-то Если бы все всегда Было перед лицом Девелоперов Большинство этих вопросов И паззлеров Просто бы не Они бы не поднимались Потому что в данном случае Мы смотрим на класс Но мы все же видим То есть мы же сами создали Мы сами создали сервис И мы сами понимаем Что мы его три раза Завернули В это, в это и в это Нам непонятно почему Так это работает Мы нажали И мы увидели там Код внутри Ну вот мы и такое Если бы Мы из аспектно-ориентированного Программирования Пришли В В объектно-ориентирование То есть объектно-ориентированный подход Он не через аннотации А через декораторы Существует проблема Правильно вы верите Главная проблема С этими декораторами Что в Java Оно работать не будет Потому что Потому что Мы сделаем этот декоратор Только под сервис А завтра у нас будет другой класс Которым тоже нужен будет log И мы будем писать Logable Service 2 Потом logable Service 3 И мы наплодим этих logable Огромное количество И там будет дублирование кода Они все будут делать Приблизительно одно и то же Это Понятна проблема И она Java не решает эту проблему То есть мы Нет технических средств В Java Чтобы этого избежать Потому что я не могу Здесь сделать Я не могу Сделать класс Вот этот logable Который будет Сейчас он умеет Только Сейчас он умеет Только перехватывать Он умеет Инкапсулировать Только сервис внутри себя И знает что там Есть метод time Все То есть он здесь Вот этот logable Сервис он жестко Зашито в него Жестко Наличие Вот здесь Инкапсулированного Объекта Из конкретного типа Я не могу Ну я могу здесь Поставить какой-нибудь Т Могу использовать Дженерики Да Но все равно Это Т Я должен буду Как-то его Ну Как-то надо будет Здесь Разбираться Какой вот Ну я не смогу Все равно определить Не могу я вот так Сделать Java Смотрите Вот было бы здорово Вот так Чтобы было Или так можно Так нельзя Да То есть я не могу Сделать имплемент Потому что Java хочет Чтобы я точно Говорил ей Какие методы я пишу То есть я не могу Здесь написать Там Как я пишу В АОП Вот там типа Написать Вот так было бы здорово Вот так То есть на любую Звездочку Там вот Поймали Можно делать Какие-то прокси Да Можно делать Какой-то там Reflection Reflection API Да То есть ловить Как-то на лету Но тоже все равно Как мы будем Можем ли мы сделать Такой класс Который ловит Любые методы По-моему нет Этот можно в PHP Это можно там В Ruby Но это нельзя в Java Да Респект И что так работает На сути Да То есть это вот В языках менее строгих Например Ruby И PHP Там это возможно Там можно делать так В Java Мы зажаты И Java Мой основной point Что Java не пошла В сторону создания этого А придумала аннотации То есть вот Возвращаясь к вопросу Каких программистов Будет больше Плохих или хороших Если вы пошли В этом направлении То наверное Хороших становилось бы Все больше и больше А так как нам дали аннотации То мы Потеряли контроль За ситуацией Получили эти мэджики И имеем Да Еще вот такая проблема Есть То есть Мы должны контролировать Что порядок Наворачивания декораторов Ну должен быть Экологичный Потому что Если мы вернули А, Б или Б, А Чтобы оно там не упало Например Какой-то двигатель Размало А там используют Этот пил И этот пил Гарантия того Что все наворачивания Ну разумно Конечно Да Конечно Да Но это именно Это именно Еще раз вопрос Дай вопрос Я потом к этому вернусь Да Это шучий коментар По вашему группатку Вы просто Декоратор Вы показываете Проблемы за аннотациями Який екипат Судья Декоратор Потому что Деньжат Аннотация Присовывается Як бы Ставление Тоже декора Йепат Просто сама Агризація Наскова Конечно Именно Именно Ну да Я понимаю А зараз Вы на сводим Пираетесь Просто Ублажно Агриза Уже Брата У них Вот Робить Кильки И Пиши Не дает Ни Фич Не Не дает Нам Фич Не Ну оно Дает Нам Главную Фичу Оно Оно Возвращает Нам Контроль В руки Мы Теперь Знаем Что Происходит Ну да Ну да Но это ровно та же проблема о которой вы говорили с этими пост констрактом и автовайры там тоже был тот же вопрос что оно будет когда мы поставим но там это на уровне гаданий а здесь на уровне очевидной логики мы Ну да я понимаю можно оптимизировать да но 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 все равно этот фактори напишет какой-то программист допустим да он который с понятной поймет как собрать да может это не будет собирать каждый а внутри конечно совершенно внутри этот аспект работает Ну наверное да а как это внутри работает безусловно там делается тоже сам та же самая декорация конечно я могу показать код этого он достаточно сложный могу показать код этой библиотеки по моему она открыта она не открыта я сейчас покажу Я выберу ее код там такое ну там много такого сложного то есть вот этот декоратор который например logable да называется он метод логгер вот он такой вот величины довольно большой и он тут делает какую-то работу сложную умную Ну это месс полный то есть смотреть на этот код и разбираться в него довольно сложно хотя я его писал но если мне нужно будет вот видите я тут автор но если мне нужно будет сейчас это все дело поправлять то я буду так серьезно напрягнула Оно хотя написано более-менее чисто ну вы видите так ну как то хотя тут ну вот ну там пробельчики всегда но допустим вот понять что вот это такое значит господи прости но это долго я буду я конечно вижу так что оно означает но вы понимаете да о чем это Это вон это аннотация around которая объясняет этому 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 выверу то есть аспект j библиотеки куда пред куда цеплять этот вот весь этот аспект а куда не цеплять и здесь вот видите там значит он пишет у него свой синтакс он пишет в моменты когда выполняется метод метод который паблик и который что угодно возвращает и на котором есть вот такая аннотация которая с любыми параметрами и имя метода любое и любое количество параметров то и при этом не выполняется выполняется от стринг точка стринг и не выполняется хэш-коуд то есть на них нельзя прикрепить аннотацию на can equal нельзя прикрепить и нельзя прикрепить на equals и еще какой-то сифлоу вот это вообще не знаю что такое это я где-то взял видимо это наверное из стекла флоу я взял а потом еще чего-то то есть он чего-то ловит видимо ну какую-то я проблему решал и вставил туда это уже не java это бог знает что это какой-то dsl который надо разбираться в нем нужно понимать это ну что-то совершенно такое другое потом внутри мы попадаем внутрь здесь сначала мы получаем какой метод был вызван ну вы видите дальше пошел к нам прилетает такой вот point так называемый point это вот момент вызова в нем хранится информация такой dto на самом деле на кусок данных и там внутри много информации мы сначала получаем какой же метод был вызван потом смотрим а если там аннотация если есть то поехали то есть выполняем вот это просит это общем то вызов ну основного оригинального метода и потом а если не было аннотации там что то еще он делает ну в общем и пошел 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 тут еще какая-то штука ну это серьезный такой серьезный код в котором на самом деле понимать не хочется его потому что это на самом деле процедура хотя вот это все и называется классом вот это все называется метод logger но видите его имя logger означает что это никакой не класс это в чистом виде процедуры знаете да что когда имя объекта заканчивается на ER, то это крайне вероятно, что вы имеете дело с процедурой, а не с объектом. То есть если объект называется логер, менеджер, визитор, контроллер, воркер, декоратор не берем, воркер и много еще других ER-ов, то это значит, что вы уже пошли в сторону процедурного программира. Это вы уже не на ООП пишете, а вы уже мыслите процедурами. В том числе, допустим, ModelViewController тоже туда же в эту же категорию относятся. То есть это паттерн, который не объектный, а какой-то другой. Декоратор остается, да. Хоть там и буква. Объект с одним методом это объект или это просто можно считать как функцию? Объект с одним методом это прекрасный объект. У меня много таких объектов. Просто если мы этот объект потом отдаем кому-то и он там как стратегия работает, то я это уже объектом не считаю. Это кусок процедуры. Это кусок кода. Хорошо, а можно ли вот тогда какую-нибудь лази функцию рассмотреть? Тогда же тебе и объект не нужен, получается. Потому что тут преимущество объекта, что его ты лази можешь вызвать на нем, на его метод. А если функция была бы лази, то получается отличие в чем же было бы тогда. А функция от объекта? Не просто функция, которая не привязана к объекту. Как к функциональному программированию? Да, да. Ну, если бы она была такая, как вот в Lispy, например, и она была бы в Java, как в Scully, да, то я не думаю, что в Scully это именно функция, она все равно в итоге в объект превращается. А если бы это была функция как функция, то, наверное, это неплохо, но объекты... В декораторах ты делаешь композицию вот эту. На самом деле из объектов мы тоже делаем композицию. Чем вам вот это, то, что мы сейчас написали, не композиция? Посмотрите на этот код. Да, посмотрите на этот код. Он очень похож, если бы это было функциональное программирование, он бы выглядел так же. Он бы даже форматировался бы так же. Вот так бы это было, да. Здесь бы был какой-то там Logable, а здесь бы был какой-то Base. Вот так это было бы. Вот в Lispy это выглядело вот так. А в Oop это выглядит вот так. А в языке, который называется EO, может быть, вы слышали, это выглядит вот так, который мы сейчас делаем. Кто слышал про такой язык? Ну, отлично. А вы говорили, меня тут почти никто не знает, а про язык слышали. То есть это будет выглядеть вот так. Вот так в EO, вот так вот в Lispy, а вот так вот в правильной Java. Оно все одно похоже на другое. А как в неправильной Java, мы видели до этого, когда аннотации и пошло процедурное... Когда одна аннотация, да. Когда одна аннотация, да. Я понимаю, да, ваш поинт, что одна аннотация, это лучше, чем городить вот такой декоратор. Но это лучше кратковременно. На долгосрочной перспективе лучше думать именно так. Лучше думать декораторами. Да, а не магией. Мне кажется, что тут такая история по инверсию контроля. Но вы говорите, что я использую инверсию контроля. Это неправильно, но иногда я использую. А мне кажется, что я использую инверсию контроля, когда мне надо. А когда не надо, а что плохого в инверсии контроля? Нет, ну вот аннотации, да. В вашем случае вы все контролируете, там декоратор сделали, а там вот скринг, это инверсия контроля. Ты там аннотации пометил, и кто-то там контейнер, для тебя все сделал. Да нет, это не инверсия контроля. Я понимаю, но инверсия контроля, она не означает, что только через аннотацию. Инверсия контроля, это когда мы вложили что-то в объект, и объект, обращаясь к этому вложенному чему-то, он получает то, что ему нужно. Прекрасно. Я даже не понимаю, что там кто-то с нами делает. Нет, инверсия контроля не в этом. Вот есть контейнер, который создает сам нам все объекты с иерархии. Хорошо или плохо. Нет, вы путаете, сейчас я скажу. Инверсия контроля, она же не дело жизни в этом. Инверсия контроля, это очень широкая понятия. Мы можем говорить про аннотацию как вариант реализации контроля. Мы можем говорить о dependency injection как тоже реализацию. Нет, я сейчас вам скажу, что такое инверсия контроля. Это очень просто, его просто очень определить. Оно не широкое как раз, оно очень четкое. Вот когда мы, приведу пример. Класс, который будет называться, ну давайте назовем его принтер. Не должно быть, да, такого, но тем не менее. И назовем, у него будет метод принтер. То есть это никакой не класс, это тоже очень довольно процедурно. И здесь мы говорим, вот этот код, который мы сейчас видим, здесь нет инверсии контроля. То есть к нам приходит number как number. Пришел, его напечатали, все прямой, контроль прямой. Сидит этот принтер, ждет на входе number, number пришел, он его напечатал. А инверсия контроля, это по-другому. Это мы делаем number, я делаю уже все тупо процедурно, это ни отношения не имеет, объектно или не объектно. А здесь мы пишем provider get number. Вот это inversion of control. То есть мы пришли к нему, мы передали ему что-то, но пока ему это не надо, мы отдали ему контроль, и теперь он решает, в какой момент ему нужен будет этот number. Вот это inversion of control. Вот и все. Inversion of control, это когда нам не передают готовые данные, мы их используем сразу, нам передают что-то, из чего мы можем их достать, потом мы их используем. Вот и все. Inversion of control. То есть контроль разворачивается с ног на голову. В стандартном варианте это я контролирую, ко мне приходят, я контролирую, вернее, в стандартном варианте меня контролируют. В стандартном варианте это мне туда, мне присылают данные, либо инкапсулируют в меня, либо передают в метод, как угодно. Я вам привел преверс методом. А dependency injection, это другое. Dependency injection, это понятно, да, что такое inversion of control? Вот и все, это не более. Никакого отношения к спрингу это не имеет. И к контейнеру это не имеет никакого отношения. Это inversion of control. Ну, это так называется. Просто в спринге привыкли считать, что вот спринг предлагает inversion of control. Почитайте Фаулер. Это именно, это же он придумал этот термин. Inversion of control. Это просто в спринге, да, есть, но вот я сейчас покажу, как это в спринге, да, что имеется в спринге. Вот это называется inversion of control. Что такое dependency injection? Допустим, у нас есть такая штука. Вот у нас здесь есть number двоеточие 15. Вот это, вот это стандартный подход без всяких dependency injection. Вот это называется dependency injection. Вот я вставляю зависимость. Ну, не совсем так, потому что стандарт обычно это через конструктор. То есть вставляем в конструктор, а потом используем в методах. Но это тоже dependency injection, потому что зависимость передает, инжектируется через метод. Это просто параметр. Да, поэтому слова dependency injection, inversion of control, это не какие-то новые идеи, новые разработки. Это просто традиционный подход к программированию, который почему-то назвали, давайте назовем это dependency injection. То есть просто инкапсуляция через конструктор вот сюда, вот так, называется dependency injection. если мы здесь передаем инт number какой-то и здесь напишем... Параметр это плохой пример, зависит. Ну, хорошо, параметр более... Допустим, это экстремальный пример с параметра, да, я, может быть, вас немножко... Готов, сейчас... Сейчас, да, сейчас... Не хотят включиться, но... Да, хорошо, вот это, вот это dependency injection. Вот это dependency injection. То есть если у нас будет, у нас альтернатива какая? Dependency injection это так, а альтернатива это когда hard-код, когда у нас значение прямо здесь жестко закодировано. Проблема в этом в чем? Понятно, мы не можем разорвать это, ну, мы не можем даже не так, может быть, более такой жесткий пример это когда вот так какой-нибудь тут там new, чего-нибудь там ABC и здесь там какой-нибудь get number. Вот так. Это вот жестко, потому что оператор new присутствует внутри метода и значит, это dependency неразрывно. То есть наш класс, принтер, он жестко связан с классом ABC. И они всегда будут вместе. Я не могу его разорвать на этапе тестирования. Я не могу сделать так, чтобы, если, допустим, ABC выполняет там какие-то долгие, какую-то большую работу с, я не знаю, чем там, ну, я не знаю, например, он считает нам disk size. Вот у нас есть такой метод disk size. Он там работает там 10 минут и я не хочу в каждом юнит-тесте прогонять этот disk size. Поэтому мне нужно разорвать этот dependency. Поэтому я вот этот весь ABC вставляю сюда и говорю, давайте мне его на вход. Теперь посмотрим, что Spring делает. Spring на самом деле тоже ничего не придумывает. Он делает следующим образом. Он говорит, да, и это inversion of control тоже. Понятно, да? Потому что, видите, disk size я вызываю. То есть я, когда мне нужно, сам принтер, я это принтер, я решаю, когда мне нужен disk size и я, поскольку контроль инверсирован, не вы мне даете этот disk size, а я его просто запечатал. Не вы меня контролируете, а вы мне передали управление и я пошел в обратную сторону, пошел обратно к вам. То есть вы мне передали ABC и я в обратном направлении проинверсировал этот контроль и я в обратном направлении пошел к вам и забрал у вас это значение. Что делает Spring? Spring идет еще дальше. Он говорит, да давайте мы вот здесь вот напишем, господи, прости, и autowired. И вот так вот это сделаем. И наступит у нас счастье. И Spring говорит, и теперь у нас inversion of control и dependency injection. Ну да, и поставим еще контейнер, из которого мы будем его доставать. Мы где-то здесь напишем контейнер, вот так вот. Get, наш там какой-то принтер, я не знаю, get как это в Spring работает, get принтер какой-то. И вот у меня в момент, когда это произойдет, то функция get, вот это в контейнере, а контейнер нам предоставляется с Spring, то функция в этом методе get произойдет, вот этот автовайр, создастся инстанс этого класса, как-то он там его найдет через какие-то XML, и засунет его. Я прав? Нет, только Spring как он делает и складывает конструктор injection, а не field. Хорошо, ну может и через field тоже. Можно, но. Да, хорошая практика через конструктор, а разница в чем? Все равно это ужасно. Ты можешь свой объект создать через Spring, если мне, например, потестировать, я могу просто одни выиграть, но все равно это ужасно, на мой взгляд, это неправильно, на мой взгляд, никаких этих автовайров быть не должно, должен быть прямой конструктор. В Spring будет без аннотации работать, он сам будет. Вообще сам находить будет, по класс пассу ходить, да, и находить. Видишь, аннотации нет. Да, это кошмар. То есть они добавляют все больше и больше. вообще, ну, не знаю, и арабию объектов, зависимости, сложно на этот прачь, правильно? Вручную все. Нет, смотреть, ну, каждый раз, во-первых, объектов не должно быть миллион. Я понимаю, что это плохо, припустим, я даже, там, проникся, и решил, что, и решил, что отрывает это зло. припустим, да, я прихожу на какой-то там стартую проект, как бы это в Ладе Энтерпрайз, где понятно, что будет 100-500 классов, которые будут заканчиваться на М, рано или поздно. Реальности таковы, у нас на коллегах, ну, и что мне, что мне предлагать как альтернативу, да? Если не использовать спринт, использовать другую реализацию, но это все равно будет что-то, что поможет менеджер эту сложность, да? Или ты считаешь, что это наоборот, добавит сложность? Я думаю, что это добавляет сложность. Посмотрите на ваш код, на который вы пишете, какой он сложности, обычно, и посмотрите на, я вам покажу несколько проектов, которые мы пишем, это совершенно, но у нас обычно классы маленькие, методов мало, каждый класс компактный, единственное, где сложность, это в процессе, это в точке входа в программу, где строится один большой объект, где программа собирается, в один большой крупный, я могу показать, а? Ну это не контейнер, он не выглядит, я могу показать реальный код, вот я возьму сейчас приложение, какое-нибудь, которое я вот писал вчера, там, не знаю, ну вот, например, вот он, да, вот вчера я его трогал, это приложение, вот мы посмотрим на его реальный код, вот он, он состоит из большого количества разных классов, больше сотни классов, может быть даже больше, но вход в него, он где-то здесь, сейчас, ну вот создается один объект, видите, вот объект, который называется question, создается один большой question, и он состоит из new, new, вот эта лесенка пошла, новую, то есть, одно большое место входа, здесь происходит конструирование одного большого объекта, вот он, видите, это все одно большое new, и все, теперь, если мы нажмем на какой-нибудь из них, они все маленькие, они все маленькие, делают какие-то свои конкретные функции, потом он собирается в один большой, декоратор, это все декоратор, вы видите, один другого декорирует, декорирует, и в итоге у нас получается работающий, работающий один большой объект, если я каждый из них найду, еще раз подчеркиваю, они будут помещаться в экран, я не знаю, ну там в два экрана, любой, start request, как ты контролируешь, что ты правильно в порядке, ну хорошо, это может быть не самый лучший пример, да, это, наверное, самый большой, 250 строк, хорошо, ну вот, этот обычный, вот он маленький, все, в нем один метод, у них у всех один метод, это реально маленькие объекты, и в них, в принципе, все понятно, они тестируемые, у них есть тот самый dependency injection, который нам нужен, какой угодно еще, ну а management, я не знаю, life cycle, management life cycle, то есть, ну типа, создание объекта, что-то делать на создание объекта, что-то делать, когда объект уничтожается, сколько инстансов этого объекта существует в данный момент, как они, и у тебя все синглтонов, так все через new, у меня нет синглтонов вообще, в принципе, у нас все через new, да, и ты всегда это видишь, тебе не нужно, этот life cycle тебе не нужно контролировать, потому что все время он у тебя в руках, ты делаешь new, нет никаких контейнеров, нет никаких контейнеров у тебя, нет никакого, ну, нет никакой магии за плечами, это чистая plain Java, вот, которая 1.0 была. Какой типовый розыгран команды, таким проектом? Ну, с этим проектом, ну человек 20 с ним работало, ну не один, два, это я писал, изначально я этот код стартовал, но очень много здесь изменено другими людьми. создание одного объекта созданным поведением создается 100 объектов по банку, да? ваще потому что вы привыкли читать и спринт, да. Допустим, мне нужно иногда сделать так, чтобы никто в дальнейшем не мог, вот смотри, как они идут, вот у нас есть такой объект, который называется agent iterative, то есть он группирует, ну такой chain, он получает переменное число параметров, дальше они по порядку, и каждый из них тоже agent, то есть он agent, и они agent. если я хочу, если я хочу, допустим, чтобы эти всегда три, например, стояли вместе, то я делаю вот так. вот они группированы. Для тестирования ты каждый раз создаешь специальные анатолии под такой же... А для тестирования тесты очень маленькие, я тоже покажу тесты, давайте посмотрим, как они тестируются, эти объекты. Каждый из них тестируется самостоятельно. А вот каждый из них, да, конечно, всего вместе. Всего вместе это интеграционный тест, если мы хотим интеграционный тест, то тоже можно его написать, они у нас есть, но в интеграционном там будет все подключено, то есть если, допустим, этот объект, например, вот этот объект у меня подключен к твиттеру. То есть этот объект реально шлет твиты. Но я не могу все вместе протестировать, и чтобы он слал твиты, да, на этапе тестирования. Поэтому такого цельного у нас тестирования для данного проекта нет. Потому что, ну, это неразумно и не получится, нам уже будет... Ну, в общем, нет такой возможности. Но вот, допустим, для этого твита, вот здесь, который твитит, у меня есть unit test, который работает. Вот он, tweets test, в котором я мокаю сам твиттер. Вот посмотрите юнит-тесты. Вот их размеры. Они тоже маленькие, они простые. Вот юнит-тест, который мокает твиттер. Вот мы его мок делаем, мок твиттер. Я передаю ему инстанс этого твиттера. Потом создаю этот самый, ну создаю этот, вот он. А моки это хорошо или нет? Это же непонятно. Ну это плохо, да. Моки вообще это. Моки вообще это плохо в принципе, потому что про это могут еще полчаса разговаривать. Но моки в принципе это, кто еще согласен с тем, что моки это плохо? Раз. Давайте остальных попробуем переубедить. Что такое мок? Вообще, что такое мок понимаем, да? Кто не понимает, что такое мок? Кому интересно послушать? Отлично, никому. Значит, мок это, это, это. Когда у нас есть inversion of control, вернемся, вернее, dependency injection. Скажи, серьезно, и перерывы сделаем. Давайте после перерыва, да, про моки. Не, не, про мок, но это долго или недолго? Это недолго, это две минуты. Не интересно. Значит, вот вернемся к нашему примеру. Вот здесь у нас, вот это наш, конструктора не хватает. Вот наш класс, который нам нужно тестировать. Это класс, который нам нужно тестировать. Мы не хотим его, в стандартном варианте, он принимает ABC, который умеет считать disk size. То есть принимает какой-то реальный объект, который умеет обращаться к диску и считать его размер. Нам нужно протестировать, печатает ли он что-то. Для этого нам необходимо создать такую поддельную версию этого объекта. То есть не реальный ABC туда передавать, который идет в файловую систему и 10 минут считает размер всего диска. А создать какую-то подделку. Называется мок, а? Декоратор. Про декоратор и позже. Создать подделку. Его называют мок, его называют фейк, его называют стаб, его называют… Оно все разное, проразное, но в принципе суть одна и та же, потому что для меня, как для клиента, для принтера, они все в принципе одно и то же. Они поддельный объект для меня. Нереальный, а поддельный. Я обращаюсь с ними, буду иметь какое-то взаимодействие, но они будут подделывать свое поведение. Вопрос в том, как их создать. Есть два подхода. Первый подход – это создать мок. То есть юнит-тест, когда он понимает, что ему нужно создать этот поддельный объект, он его конструирует. Для этого есть масса мокинг-библиотек. Makita, jmoc и там их еще 100-500. Мы берем этот… Мы, глядя на то, на его примерный, на его дизайн и, например, ожидая, что с ним будет делать этот самый принтер, мы конструируем эту подделку. Конструирование этой подделки в юнит-тесте, в самом коде, занимает какое-то время. Какое-то количество кода нужно будет написать. Если это очень примитивный объект из одного метода, наверное, это займет там две строки. Если этот объект из пяти методов, и взаимодействие с ним у этого принтера будет чуть сложнее, чем просто вызвать один метод disk-size, то конструировать мы его будем 5 строчек, 10 строчек. Я видел, когда это конструирование занимает 50 строчек. То есть две страницы текста мы конструируем поддельный объект. А потом отдаем ему туда. И главная проблема даже не в том, что это занимает много времени и места, и мы потом никогда не поймем этот код. Он реально сложный. Если вы работали с Mockit, то вы знаете, мы его написали и не трогаем. Потому что понять, как оно писалось, это довольно так, трудоемко. Это много занимает времени. Опять разобраться там do, return, when, do, в общем, много этих всех. Do, return, оно получается messy такой код. Это первая проблема. Но это не самая главная проблема. Самая главная проблема с Mock'ами, что мы пока конструируем этот объект, мы делаем предположения и assumptions относительно того, как он будет использоваться. То есть мы фактически связываем наш unit test с тем кодом, который мы тестируем. Мы предполагаем, что принтер class будет вызывать метод disk size. И под это конструируем фейковый объект. И если завтра этот принтер решит не вызывать disk size, а вызывать что-то другое, наш тест развалится. Хотя код по-прежнему рабочий. Принтер по-прежнему рабочий. Он просто решил иначе использовать наш объект. Наши тесты разваливаются. Это называется false positive. То есть наши тесты начинают срабатывать, сигнализировать об ошибках, в то время как код реально не перестал быть рабочим. Это главная серьезная ошибка в Mock'ах. Это не я говорю. Есть ряд статей, были последние три года, писались на Hacker News, они были популярны. У меня есть целая статья про это. Много людей об этом говорит. Что мы соединяем наши unit test с кодом жестко очень. Мы их происходит такой каплинг между ними. Они друг от друга зависят. То есть тесты... Хороший вопрос. Понятна проблема, да? Нет. Можно посмотреть с другой стороны на тесты, что у них такая самая проблема. Ты когда пишешь тест, ты ожидаешь, что твой код будет работать, потом меняется, и у тебя тоже так тоже самое будет поменять. Ты не должен ожидать, как твой код будет использовать твой объект. Вот мне нужно создать поддельный объект. Его все равно нужно создать. Но когда я его создаю, я не должен никаким образом предполагать, что именно с ним будут делать позже. Как только я сделал эти предположения, как только я решил... Вот смотрите, давайте напишем две строки. Это очень несложно. Для того, чтобы мне создать этот объект ABC, с Makita вместе, мне придется сделать примерно такой код. Мне нужно будет сделать ABC, ABC равняется, Makita, Mock, ABC класс. Мы создали Mock, но этого мало, потому что disk size ничего не будет возвращать. Он будет возвращать... Что он будет возвращать? Нул. Все правильно. Что мы делаем? Здесь мы пишем Makita, do, return, какой-нибудь там, я не знаю, 1, 2, 3, when, ABC, disk size. Вот две строки. В этих двух строчках мы сделали серьезную ошибку. Мы предположили, что дальше, когда мы вызовем new printer ABC и назовем здесь print, мы предположили, что вот здесь, в этой строке, будет вызван именно disk size метод. Именно он. Это предположение делает нас связанными, делает нас прикрепленным к этому production коду. И все. Если завтра здесь, например, например, предполагаем, меняется дизайн класса ABC. Меняется. И теперь он выглядит не как ABC.diskSize, а как ABC.diskSize остается, как метод. Есть такой метод, пусть будет, но добавляется новый метод. Здесь называется size. Тест крэшится. Ну, не крэшится, потому что здесь он просто нул напечатает, но если бы мы реально ожидали эту, так сказать, работу, то он крэшится, потому что size возвращает нул. А disk size возвращает то, что мы ожидали. 1, 2, 3. Все, крэш развалился, тест развалился. Это пришел к нам сигнал, что ваш, а я, допустим, пишу код. Я вот программист, я открыл и пишу себе такой там, у меня там 600 тестов у меня. И я открываю, я не хочу с 600, я только пришел в проект. Я не хочу 600 тестов трогать. Я предполагаю, что если я запускаю build, он чистый, то я начинаю менять, запускаю еще раз, он опять чистый, я commit, я свободен. Так сказать, нормальная практика программирования. Тесты для меня являются так называемыми safety net. То есть это такая сеть, которая меня держит. Я понимаю, что если я падаю, меня тесты поддержат. Если у меня 600 тестов сейчас проходят, я поменял 3-4 файла. Если написанный тест, то уже не будет кавережа. Ну кавереж, я должен прям смотреть, что у меня 100% кавереж. У меня же не 100% покрыт. Это и класс, например. Если у меня не будет на него... Не, ну я рассказываю, как обычно это происходит. Я открываю, я запускаю build, все проходит. Я меняю там, 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 так под задачу. Мне пришел там тикет, поправь, поправь, поправь. Я поправил, поправил, запускаю, все те же 600 тестов проходят. Закомитил, забыл. Все. Ну, может добавил еще пару тестов, для того, чтобы, так сказать, под то, что я поменял. А тут я открываю, поменял, 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 запускаю 600 тестов. Один валится. Я думаю, стоп, что я, что я, ну где я ошибся? Я написал сайз, но он работает, сайз считает. Причем тест не мной написанный. Какой-то тест там, 139-й, написанный полтора года назад. И он валится. Хорошо, что он такой примитивный, да, что я открыл, а там вот этот мог, и я там посмотрел, а, ну да, диск сайз. Это все в жизни компромисс. Чтобы иметь этот сайз ТНФ, ты должен писать тесты, которые проверяют все иерархи. Ты как бы получаешь, как бы, hit you back in the face, типа, ответ. Потому что в некоторых случаях ты имеешь какую-то... Конечно, но Моки ситуацию ухудшают. Моки ситуацию ухудшают. Конечно, нужны компромиссы, нужно стараться, да, ты правильно говоришь, стараться покрывать как можно шире, делать больше интеграционных тестов. Все правильно. Но Моки эту ситуацию ухудшают, потому что они делают нам вот эти сложные такие фейковые поддельные объекты, их конструирование сложное и привязанное к продакшн-коду. Оно только maintainability ухудшает. Альтернатива какая? Правильная альтернатива, на мой взгляд, это иметь в своем арсенале вместе с продакшн-кодом еще и фейк-код. То есть, чтобы не было Мокита Мок, а чтобы было вот так. ABC, ABC равняется new fake ABC. То есть нам нужно, чтобы поставщики класса ABC давали нам и реально работающий код, и фейковый объект вместе. Два. Как у тебя в интерфейсе дефолта. Ну, как, может быть, я не знаю насчет интерфейса дефолта, но... Разробники меняют классы ABC, они шеймают, не забудут. Да, а они не смогут не забыть, потому что нам нужно скомпилироваться у них вместе. У них она должна... Но они это сделают... Но это будет один раз проблема. У них они должны заботиться об этом, а мы все будем себя хорошо... Все, перерыв! Значит, мы закончили на мокинге, да, вроде обсудили. Теперь я хочу вам показать несколько библиотек и посмотрим на реальных примерах. Слушай, а есть философский вопрос? Да. Смотри, вот ты говоришь, что там вот с аннотацией был принят решение, которое отправило не по тому пути. Да. А как это смешно? Ну, то есть, по идее, тогда вот жилые бьют. Нет плана, что мы будем делать, когда все пойдет не туда. Ну, когда ты принимаешь это решение, ты не знаешь, как бы фейл будет или не фейл. Это нужно отслеживать. Как обозначишь то решение, которое ты принял на фриборке, в языке, что оно не будет много, что оно не запрещено? Ну, я понял вопрос. В смысле, мы идем в том направлении, в котором нужно, да? Повторю, вопрос в том, как мы... Вопрос... Я повторю, кто не услышал. Я говорил, что Java, на мой взгляд, идет в неправильном направлении в своем развитии. Анотация – это один из таких неверных шагов, по которым она пошла. Надо было идти в другом, по-другому. И вопрос в том, а как понять, куда дальше идти, как выбрать правильное направление? И как понять, что ты неправильный делаешь? И как понять, что да, мы делаем ошибки? Ну, я думаю, что главная проблема Java, она... Как понять? Я думаю, что ответ только такой. Нужно иметь малое количество хороших архитекторов, которые ее создают, эту Java. То есть... Ну, я не знаю, сколько их, немного, да? Я не специалист, не знаю, как это происходит там у них. Но, по-моему, на мой взгляд, люди, которые ее делают, понимают плохо в ООП, и они просто слушают, как рынок, что рынок хочет, и то и делают. А Java, она сильно зависит от рынка. Мы все на ней пишем, мы все на ней... Ну, это миллионы программистов, реально миллионы. А чем она должна зависеть? Ну, я считаю, что не рынок должен толкать язык в каком направлении, а язык должен толкать рынок. То есть язык должен говорить рынку, ребята, вот вы вчера делали так, а сейчас мы вам предложим новое, и вы станете делать это по-другому, как фирма Apple. То есть вы не капитанент, но... То есть не просто вот вы все... Ну, с теми же айфонами, этот пример, который избитый уже, но тем не менее. Вместо того, чтобы, да, все пользуются там Nokia, давайте мы сделаем, ну, там, пойдем в том же направлении и последуем за Nokia. Нет, давайте мы скажем, ребята, вы все неправы, или вы все неэффективны, а теперь мы вам дадим решение. Может быть, мы проиграем, может быть, никому это решение будет не нужно, но мы его дадим, мы, по крайней мере, попробуем. А Java ничего не пробует. Она вот всех говорит, давайте будем там делать эти аннотации, давайте предложим в Java, внесем функциональное... псевдофункциональное программирование. Ну, они его и сделали, эти лямбды, стримы, то есть просто слушают, чего рынок говорит и за ним идут. На мой взгляд, это неправильно. Что мы называем правильным? То, что нам дешевле стоит в разработке, то, что нам, ну, я не знаю, правильность, это субъективное, понимаете, как это случилось? Ну, должна быть... Хороший вопрос, да, но я думаю, что важна стройность концепции. То есть, допустим, в языке Lisp концепция стройная, там лежит внутри него функциональное программирование, такая глубокая идея, математическая, на которой, из которой выпрыгнуть в сторону невозможно. А OOP, оно никакое не математическое, ну, на мой взгляд, оно такое, ну, в нем нет стройной какой-то под ним математической основы. Это просто, просто что-то, что раньше называлось C, потом мы к нему добавили какие-то классы, назвали их объектами, ну, и оно продолжает как-то работать. Поэтому отсутствие чего-то стройной такой модели, стройной концепции приводит к тому, что мы имеем просто, чтобы работало. Видишь, где C и где LISP. Да, безусловно, Java супер популярна, LISP, он там, ну, не знаю, там проценты рынка, наверное, какие проценты, доли процента их пользуют LISP, и там десятки процентов используют Java. Ну да, все так, понятно, но давайте тогда думать, что нам интереснее, вот присутствующих в этой комнате. Просто идти за рынком и делать то, что делают все, и кодить за еду, или мы хотим как-то, как-то менять это дело. Да, и мне то же самое, и мне то же самое. Я вам покажу, ну, не знаю, посмотрите на код, который вот, ну, вам не понравилась эта лесенка, которую я вам показывал, но посмотрите еще на код, который у меня в проектах. Очень много на GitHub'е в опенсорсе, много очень, в моем аккаунте, посмотрите, там, ну, десяток проектов, которые рабочие, на них можно посмотреть, они в жизни. Это совершенно другой код, не такой, как это в этом Spring'е, в этих. У меня интересная история, я вот, недавно ваш тит увидел, там, про новую липу для DynamoC. Да. Вот, зашел на страничку и, в общем, какая-то знакомая страничка, и оказалось, что я ваш, мы, 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 мы уже, мы, 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 вот, я хотел как раз эту библиотеку сегодня показать, только после одной, которую сначала покажу. Значит, сейчас несколько библиотек покажу, которые могут вам быть полезны, но я их покажу не с целью рекламы, а с целью посмотреть, как я их сделал два года назад и как бы я их сделал по-другому сейчас. И вот и посмотрим, правильно ли я мыслю. Значит, библиотека такая, первая, которую посмотрим, она называется HTTP J-Cabby. Ага. Зашел. Немного рекламы. Значит, это HTTP клиент. То есть, это клиент, который, ну, понятно, что он делает. Нам нужно обратиться куда-то по HTTP, забрать оттуда. Что такое HTTP, все знают, да? Хорошо. Хороший протокол. А? Хороший протокол. Хороший протокол, да. Это я, это был вопрос. Ну, у меня к нему нет больших претензий. Нет больших претензий. претензий, я, ну, так, протокол и протокол. Хотя я знаю, что претензии у людей есть, но я в этом не спец, это не моя сфера, поэтому я использую все. Значит, я был недоволен, это стартовал я эту библиотеку, ну, года два с половиной, может, три назад. я был недоволен Apache Client, вы знаете, популярная, библиотека, Apache Client, которая делает то же самое, ни Apache Client, ни там еще несколькими библиотеками, поэтому я сделал свою, которая работает следующим образом. она… Первая главная причина в том, что у них, ну, мне казалось, что это не объектно, они мыслят не объектно, и дизайн у них не объектный. Насколько я, опять же, не суперспециалист в Apache Client, но, по-моему, он работает так, сначала нужно создать клиента, потом нужно создать объект запрос, потом нужно сконфигурировать клиента, а потом этот запрос туда впхнуть, чтобы он вернул результат, да, как-то так. У нас имеется два объекта, и мне это кажется неправильным, мне неудобно с этими двумя работать, потому что, если я строю какой-то новый объект, который называется, ну, например, там, ну, я не знаю, вот у меня есть страница, к примеру, и на ней я могу достать курс валюты, да, я могу взять HTTP запрос и получить там в JSON курс валюты. Теперь мне нужно, я не хочу работать с запрос-ответ, у меня в коде нужно работать с курсом, то есть у меня есть класс, который называется rate, вот этот rate, значит, и вопрос, ну, он этот rate, у него, к нему, у него есть метод, который мы спрашиваем и говорим там, не знаю, верни там цифру, какой у тебя rate, и я, получается, я должен в него внутрь инкапсулировать, ну, что, как он будет реализовывать это, он будет сделать new, Apache client, new, этот клиент, вернее, new клиент, потом new этот get запрос, потом их соединять, получать и возвращать. Если я хочу делать dependency injection, если я хочу сделать так, чтобы он не шел во время тестирования в сеть, то мне нужно что, два этих инкапсулировать в него, два фейковых, два поддельных этих объектов, два мокоть, то есть, совершенно неудобно, короче, то есть, неудобно работать с этим Apache client, потому что он в чистом виде процедурный, он просто кусок кода, который называется client, он там, наверное, вот такой величины, и к нему эти разные реквесты туда засовываются. Поэтому мне хотелось, чтобы это был один объект, который я могу передать куда-то, и тот, кому я его передал, мог сказать, а теперь дай мне что там у тебя. Он возвращает, и, соответственно, результат получается. Я хотел, чтобы он был immutable, чтобы он был немутабельный, то есть, если я передал кому-то этот, так сказать, запрос, ну, на эту страницу, то есть, ну, какую-то точку входа, то ее никто не мог менять, она вот такая есть, а Apache client, он еще и mutable, то есть, у него там эти сеттеры, 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 то есть, я могу этот клиент кому-то передать, он там эти сеттеры повызывает, я даже передам это кому-то другому, уже переконфигурированный он будет. Это тоже очень неудобно. То есть, я хотел, чтобы это были immutable объекты, не мутабельные. Что такое immutable, все знают, да? Разница immutable, immutable. То есть, я хотел, чтобы он был immutable, я хотел, чтобы он был простой, поэтому он выглядит у меня примерно таким образом. Сейчас мы его запустим, посмотрим, как он работает. Мы все удаляем, ну, например, так он работает, JDK request. JDK, потому что по слову JDK определяется, как он реализован, то есть, вообще интерфейс называется request. Так. request, а JDK request это его реализация, которая основана на нативных JDK функциях. И дальше я делаю, вот у меня получился такой request, и я делаю request.body. Если что-то помыряется, а HDP клиент, ну, так что там HDPS уходим, там установлено, если я это не включаю, он не тримает и коннекшен в саду. Для того, чтобы это было сделано, то мы имеем клиент, который уже этот коннекшен установил. Если мы еще раз с тем, по тому же самому шляху, мы не можем установить этот коннекшен. Мы уже можем пройти сюда про установленный коннекшен. Для того, это было сделано. Может быть, может быть, но на мой взгляд, HDP, ну, да, хорошо. если мы говорим на Facebook, мы уже там ключами менялись, а так нажимаем на connection. То, ну, раз вы заканим Facebook, ну, так, мы установили этот коннекшен. Другой раз мы уже по тому же самому шляху идем. Не треба же снова устанавливать, а ключами менялись. Поэтому он mutable. Вот об этом речь идет, Я не знаю, просто скажу, чему два объекта. Чему я request. Не, а чего то же самое мы не можем сделать в одном объекте. Ну, например, вот у нас, смотрите, я сделал request fetch, смотрите, request fetch body, и потом я делаю еще раз request fetch body. Вот у меня тот же объект, тот же request, я его не меняю, но я делаю раз, два, два запроса. Как он внутри это реализует, оставит ли он connection, или он вас сбросит, ну, это его уже дело, как он это сделает. Видите, у вас request на Google.com, а если я захочу на Google.com, я там, я там, ну, дальше. Ну, тогда я могу поменять, я могу здесь сделать, так это здесь происходит. У меня один connection, скажем, на Google.com уже установлен? Да, да. Ну, можно так сделать, допустим, мы сделаем здесь в реквесте, мы сделаем, изменим путь, и сделаем здесь путь какой-то там, T1, то есть он все равно, это видите, мы все равно работаем с, 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 immutable объектом. Здесь этот request, он один у нас, потом мы забираем из него URI, потом мы меняем путь, и потом возвращаемся назад. И вот здесь у нас получается новый, вот это все вместе, результат этого, вот этого, этой строки, это новый request. Но он все время и mutable, то есть мы новый его сделали. Я сам первый request не трогал, то есть это будет выглядеть вот так, смотрите. А потом мы с разборем полетик, там, где был, выказал, групповала идея, что принтеры требует передавать, например, в console printer, XML, или JSON объект. Да. Два объекта. А ты дадим объект, чтобы подпугать, и то, что он все-таки. А ты говорил, люди не поздравляют. Сейчас вернемся к этому, хороший поинт. Разговорите, она имью трубу, но она же мутабельная. Вот один URI поставил, второй, третий, паст поменял, там где-то поменял. Мы каждый раз возвращаем новый объект. Каждый раз новый объект возвращается. То есть у нас все время предыдущие объекты умирают. Вот у нас есть первый объект, request, да, а из него мы делаем, вот здесь мы сделали новый объект, request. Мы можем сделать еще, там их таких много. Вот, и он его возвращает, этот body, и мы его можем вывести в какой-нибудь там body 1. Ну, вот как-то так. И он получится, наверное, сейчас посмотрим, что он сделает. Я прям здесь могу вызвать, здесь нет никаких аннотаций, поэтому. А, тут что-то у нас не. Нет зависимости одной, сейчас. Что-то я неподготовленный какой-то. я хочу его все-таки запустить. у нас есть интернет, да? От чего он завис? Не знаю, честное слово. Давайте попробуем. Анотацию? Отличная мысль, кстати, да. Давайте уберем это изменение пути, может быть, он куда-то попадает, где Google нам не хочется отвечать. Да, здесь сработал. Ну, вот он нам вернул, видите, мы напечатали этот output, и там какой-то, там какой-то HTML мы из Google получили. Для того, чтобы нам менять, менять этот реквест, идея в том, чтобы все время его оставлять иммьютабл, и каждый раз создавать новые объекты при изменении. чем это прикольно, такой подход к мутабельности? Тем, что да всем это удобно. Вот есть у меня, есть одна библиотека, ну, несколько из библиотек, есть одна библиотека, где мы реализуем соединение с API, гитхабовским API, и там целая коллекция классов, их очень много разных классов, каждый представляет коннект к определенному ресурсу на гитхаба, на API гитхаба. Там их, ну не знаю, больше сотни, больше даже двух сотен. И каждый объект внутри себя инкапсулирует этот самый реквест. То есть он для того, чтобы пойти на гитхаб, он должен взять реквест инкапсулированный и сказать у него fetch там чего-то, ну, JSON, например, достань меня оттуда. И из объекта в объект мы можем переходить. То есть если мы, допустим, получили объект, называющийся репозиторий, то потом мы берем оттуда объект, называющийся issue, а из него берем объект, называющийся comment. То есть они вот так вот в глубину вкладываются из репозитория. У нас есть issue, то есть, так сказать, тикет в гитхабе, и потом из него comment. И они один в другой создают, и нужно каждый раз передавать этот инкапсулированный реквест вглубь себя, вглубь, вглубь, вглубь. И будет, и в конце концов, когда мы имеем реквест, то к нему, в этот реквест, когда он будет выполняться, там нужно быть уже не API github.com, а API github.com слэш репозиторий такой-то, слэш ищу такой-то, слэш коммент такой-то. То есть URL удлиняется, пока мы идем вглубь, вглубь, вглубь. И каждый раз, когда он удлиняется, мы создаем новый реквест, новый реквест, новый реквест. У нас получается большое количество реквестов, каждый здесь мутабельный, мы не меняем предыдущие реквесты, а мы его изменяем. Поняли, что я сказал, или показать код? Поняли, да? Не поняли. Могу показать код. Сейчас мы его найдем. Да, код. Значит, сначала у нас есть вот большое количество разных, видите, сколько их? Тут их очень много. Начнем, как я сказал, с репозитория. Вот у нас есть. Да, и я сейчас все это расскажу, почему все, что я рассказываю, делать не надо. То есть этот дизайн этой библиотеки мне сейчас не нравится, так как он сделал. Я бы сделал его иначе, если бы делал сегодня. Да, они все лежат в одном пакете, потому что, ну, так решили мы делать, потому что они все, по-моему, одного уровня. И раскладывать их по 25 пакетам, было бы, ну, крайне тяжело. Ну, такая библиотека, да. Видишь, сколько тестов, под каждый из них по тесту. Довольно много всего. Но он работает, и люди ее пользуются. Она такая, ну, я пользуюсь. И вот он здесь вот инкапсулирует реквест. Тот самый реквест, о котором мы говорим. Вот мы создаем этот репозиторий, RT-repo, и передаем сюда реквест, который будет в себе содержать уже приконфигурированный реквест с авторизацией уже. То есть там в этом реквесте уже вставлен хедер, в котором авторизационная информация. И указывает он на входящую точку в GitHub API, то есть на первый корневой ресурс. А для получения информации о репозитории мне нужно изменить это, мне нужен путь вот такой, мне нужен репоз. Такой путь, а потом еще дальше слэш там имя юзера, потом слэш еще имя репозитории. То есть мне нужно этот реквест поменять, а потом инкапсулировать. Вот что я делаю в конструкторе. Ко мне приходит общий реквест, который указывает на точку входа главную, а я потом к нему добавляю слэш, 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 но при этом не теряю авторизационную информацию в хедере. Поскольку у меня эта штука Immutable, которая сюда пришла, она там уже в себе содержит всю нужную информацию, там авторизационный хедер, там что-то еще, что-то еще, и что-то еще. И к этому всему я добавляю путь, расширяю как бы его и создаю новый объект. Но главный объект, который мне пришел, который мне передали, я его не трогаю. Он остается Immutable. Это было очень полезно, и это важный аспект. Можно вопрос? Да. Ну вот у нас тоже такой пример кода. Вот открываем страничку, и прямо написано, как это делать. Вот пример. Он тоже Fluent. Он тоже Fluent API. То есть Fluent API, знаете, что это такое? Это когда точка, точка, точка. Вот это Fluent API называется. Это тоже, по-моему, Фаулер придумал такой термин. Это когда мы делаем точка, потом вызов метода. Это называется метод каскадинг, что-то такое, каскадирование методов. Когда мы после каждого следующего метода мы возвращаем объект, который чаще всего это... Это this, да. Чаще всего это this, если объект мутабельный. Но в нашем случае это каждый раз создается новый объект, новый, новый, новый. То есть каждый из них вот здесь вот. Вот я вызвал хедер, допустим, добавил новый хедер, и результаты работы этого метода хедер, это будет новый реквест. Предыдущий реквест остается нетронутым, возвращается новый реквест, новый реквест. При каждом... Вот при вызове всех этих методов, вот здесь, этих десяток их, наверное, будет 10 объектов создано на лету. Следующий, 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 следующий. И мне интересен только последний, конечный. Поэтому тоже пример есть, он вот так вот работает. В общем-то это удобно. В общем-то это удобно. Но неправильно. На мой взгляд. Я бы сделал это иначе и лучше. Используя... Декораторы. Используя декораторы, да. Какая здесь мысль? Что здесь может... Что здесь не нравится? Я не знаю, будет ли у вас... Подумаете ли в этом направлении или нет? Кто-то может предложить лучше дизайн? И какая здесь проблема с этим дизайном? У меня билдер сюда включится. Ну это и есть фактически билдер. Но он возвращает к ним в другой объект. Ну нет. Возврат другого объекта в билдерах тоже может такое быть. Билдер не обязательно возвращает. Билдер не обязательно... Билдер может быть мутабельный, может быть не мутабельный. Билдер... Ну они билдеры разные бывают. Поэтому это очень похоже на билдер, да. Главная проблема в дизайне этого всего, как я сейчас вижу, в том, что он внутри сложный. То есть количество методов на объект, оно довольно большое. Вот если мы посмотрим на объект JDK request какой-нибудь, даже просто request, то вот этот объект тип request, это я сейчас в эту библиотеку смотрю, в нем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять... Одиннадцать методов. Это супер много для одного объекта. Супер много. То есть должно быть вообще три, но максимум четыре, это уже потолок, на мой взгляд. В правильно созданном объекте. И расширять эту библиотеку, как показывает практика, становится все сложнее и сложнее. То есть когда добавляются новые функционалы, вот, например, недавно, там, где-то год назад, к нам был запрос, там, через GitHub, люди просили сделать так, чтобы можно было определять таймаут при их соединении. Вот мы добавили такой метод. То есть если раньше можно было там поуказать, какой будет хедер у нас в HTTP запросе, какой будет метод, какой у нас будет там body, и все. То они говорят, нам нужно еще и таймаут определять. Вот, ну, там, какие-то цифры по таймауту. Ну, мы добавили еще один метод. Если завтра кто-то захочет что-то еще, а наверняка захотят, нам нужно будет добавлять еще один метод. То есть нам постоянно нужно расширять один тип. Тип начинает расти по размеру, по величине. Это та проблема, в общем-то, которую решает правильный ООП и правильный этот декоратор. Это чтобы метод не рос в размере. Поэтому я бы сделал это иначе сейчас. Я вам сейчас покажу как, а вы мне скажете, что вы думаете об этом. То есть вместо вот такого кода, который, допустим, давайте сейчас полностью код напишем, чтобы было видно, что я хочу сказать. Допустим, я хочу дать хедер там content type, например, там, текст, текст plane. Я, допустим, хочу дать метод get, ну, хорошо, пост. И я хочу, допустим, его сконфигурировать на, ну да, на путь какой-то. Вот так. И потом я хочу сделать fetch. Fetch и потом body. Вообще главная проблема здесь в том, что у нас объект, я бы сейчас делал это иначе. Я бы делал сейчас не request и response, я бы делал request и страница. Потому что request и response – это достаточно процедурное мышление, на мой взгляд. Вот мой запрос, дайте мне ответ. А мне это, в общем-то, не ответ нужно, мне нужно вот то, что там есть в инете. Поэтому я бы сейчас дизайн делал, исходя из идеи, что для меня есть результат. А результатом для меня есть страница или там ресурс в интернете. То есть у меня было бы что-то в этом духе. Page, который бы имел один метод, который бы назывался, например, его… Если тебе JSON возвращается. Ну, ресурс. Ресурс, может быть, лучше. Ресурс, да? Да. И я бы делал у него один-единственный метод, который бы сюда принимал request, да. Вот так. Дальше возникает вопрос, как мне сделать так, чтобы у него… Допустим, смотри, у меня есть метод, который принимает… которому нужен этот ресурс, и он с ним как-то собирается дальше работать. Какой-нибудь там метод. и он здесь внутри сделает fetch, так? И он здесь даст какой-нибудь request, например. Как-то так. Так вот, я бы здесь, отдавая ему в этот метод, собственно, объект, я бы здесь сделал, допустим, вот так, а потом бы начал его декорировать вот так, например. То есть, вместо Fluent API ты хочешь заменить на декорацию. Вот в предыдущийся она лучше смотрит, чем… Да, я понимаю. Ты не видишь, сложно, ну как, по отступам понимаешь, для чего кто, какие параметры передаются, да и то тебе нужно глазами туда-сюда бегать. Тогда, если несколько хедеров, тогда вот так. Вот я бы делал сейчас так. В таком дизайне, ну как вам вообще выглядит, нормально? Ну это просто чисто ваша реакция, потому что вы не привыкли к этому. Но если… Если бы ничего в жизни не будет видеть, кроме декорации… Это самок спринг-гуру, твоя реакция, что не будет коннотаться. Да, это можно было бы добавить, что… А, если бы человек такая… Но в данном случае у нас каждый этот объект, каждый из них, он будет иметь один метод. Они все будут с одним методом. У них у всех будет метод fetch. У этого, и у этого, и у этого, и у этого. Они все будут с методом fetch, и все. А что это ради? Ну, ради простоты и расширяемости. Если мне завтра скажут, а давайте вы сделаете тайм-аут, то я скажу, нет проблем. Да, мы получаем… Тут получается еще один трейд-доп. И все, пожалуйста, вот вам с тайм-аутом. Вы хотите 5 секунд, пожалуйста, он будет 5 секунд выполняться. Да, мы получаем, и мы делаем снова трейд-доп. Мы получаем простоту, с точки зрения программиста, который будет писать этот один додатковый туббордик, а, блин, усложнение, программисту клиента, который будет это писать в себе в ходе, в продакшене, да нет, по-моему, верт кращий. Ну, и это же, на мой взгляд, это хорошо. Но еще раз обратите внимание, это маленькие классы все. То есть библиотека сама внутри становится простой, ее легко расширять, ее легко поддерживать. Я могу сам, если, допустим, ко мне пришла библиотека, и там нет тайм-аутов, что мне делать в этом случае? Если мои пользователи моей библиотеки, они мне писали тикет в гитхабе, писали, добавьте скорее эти тайм-ауты, мы не можем ее использовать. А в данном случае какая проблема? Вот это предоставляется библиотекой, а вот это, который класс ее заборачивает, я сделаю сам, и никаких проблем. А вам не кажется, что у вас складность имплементации просто переносит на складность в их коростане? А я не вижу в этом складности. Где тут складность? Вот это, то есть вам вот это непонятно, да, то, что написано? Нет, не это. Непонятно. Понятно. Понятно. Это 10 штук такие. Еще 10 штук, да? Ну, и... Мы в 2 экраны в какие-то непрестанцы не полны. Так само тут же питание в трейдохах, да? То есть в 10 випадках мне нужно сделать работу, просто там, кет без всяких хидеров, без целей. В 2 випадках там, у меня есть сложнейший реквест в реальном житті, там додаю кастом мне хидеры. Ну, тогда мы можем создать какие-то вспомогательные объекты. Допустим, мы создадим класс, который будет сразу называться там ресурс, допустим, там get resource, то есть какой-то упрощенный, в котором будет сразу уже все предконфигурировано. Там хидеров будет несколько, будет там метод get, еще чего-то. И здесь будет Google. Но он будет всего лишь являться собой, так сказать, заменой вот этого, вот этой конструкции. То есть он внутри будет очень простой, у него будет просто конструктор. Он будет просто внутри, мы вызываем вот так, а он внутри конструирует всю эту пирамиду. Вот есть у нас такая библиотека, takes называется, может кто-то слышал. Takes, это такая Java Web Framework, которую я тоже сделал месяц, года, наверное, полтора назад. И мы ее поддерживаем, и она же жизнеспособная. И вот там вот по такому принципу это все устроено. Но только не клиентская часть, а серверная. То есть там, когда мы строим веб-сервер, мы вот такие же точно new-new-new, такое же каскадирование используем. И довольно оно, ну так сказать, для меня удобно. Мне это просто. Я веб-сервер пишу за очень короткое время. Я могу показать вот вчера, ровно вчера я там делал один. И как он выглядит, я вам покажу. Это реальная система рабочая. Вот, например, видите? То есть это, вот это веб-сервер, вот он здесь. Это как бы, это страница, которую, человек, который может, внешний клиент обращается к ней, и она обладает, вот эта штучка, которая справа, она тоже такая же еще, она обладает свойствами веб-страницы. Но потом мне нужно, чтобы она была защищена аутентификацией. Потом мне нужно, чтобы она в случае возникновения эксепшена, чтобы она показывала красивую страницу эксепшен. Потом мне нужно, чтобы она поддерживала вот эти вот флеш, значит, сообщения там сверху. Потом мне нужно, чтобы она, возвращая контент, его зиповала автоматически. Потом мне нужно, чтобы она добавляла еще один хедер, в котором бы писала, сколько времени занял этот запрос. Потом я хочу, чтобы она добавляла еще версию к себе, показывала, какой она версии. И потом я хочу, чтобы все вопросы, все запросы, которые от нее уходят, из этого сервера, они имели в себе вот такие два хедера. Тут еще и Java 8, то есть она еще и внутри там какую-то имеет. А вот, например, она говорит, что будет происходить. То есть это такие форки, когда если такой URL, то мы делаем это, если такой, regular expression, такое. То есть никаких у нас, опять же, нет аннотаций, у нас все приложение, весь веб-сервер собран в одну, в один объект. То есть весь веб-сервер является одним объектом. У нас, получается, стандартный подслуж какой, у SpringGuy, у всех других веб-фреймворков. У них на первое место ставится сам контент, сама страница, то есть сами методы или там функции, объекты, в которых мы строим контент. А в нашем случае мы на первое место ставим, собственно, сам сервер. То есть создание приложения начинается с создания сервера. Вот так он запускается, я сейчас покажу. Здесь мы запускаем сервер. Вот это одна строка, это фактически запуск веб-сервера. То есть мы передаем сюда, вот этот TK-App. Это упрощенный, я могу создать этот веб-сервер прямо сейчас. Давайте возьмем его здесь. Сейчас я вам покажу, как мы на лету сделаем веб-сервер. Так, я это сейчас удалю пока. Вот смотрите, мы сейчас из одной строки сделаем веб-систему. Так, я не пойму, почему у нас... Вот так у нас будет выглядеть веб-сервер. То есть мы создаем F... Вот эта штука, она... Это и есть веб-сервер. То есть она, принимая себя, инкапсулируя себя внутрь некую страницу. У нас она называется take. Ну, то есть страница такая, как в кино, take, когда фотографируют. И стартует его на... Нам нужен порт. Вот так мы его, по идее, запустим. То есть мы запустили веб-сервер. Так? А дальше мы хотим этот веб-сервер расширять. То есть мы хотим, чтобы у нас... Например, чтобы он... Ну, например, чтобы он в формате jzip, то есть он заворачивал то, что он возвращает. И мы делаем... Ну, это встроенный такой класс, который у нас есть. То есть мы идем от центральной точки входа вглубь, декорируя наш контент, собственно. То есть наш контент вот он. А дальше мы хотим, чтобы он был в jzip. Ну, вот посмотрим на хедеры, которые... Вот response-хедеры, content-encoding jzip, видите? То есть он его завернул. Дальше мы хотим, чтобы, допустим, он здесь нам поставил... Добавил нам хедер, которым был бы... Ну, допустим, с хедером сделаем его. Чтобы возвращал обязательно какой-то хедер там в конце. Добавлял. Кастомный, который мы хотим. Ну, и мы напишем здесь. Видите? Все оно передо мной, как бы перед глазами. Нет никаких, никакого мэджика нет. Я все время контролирую, я декорирую контент и делаю его просто более умным, более сложным, более насыщенным. Я функционал добавляю поверху, 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 поверху. Поверху основного функционала. Самый базовый функционал у меня очень примитивный. Этот класс tk-text, он, как все классы в нашей библиотеке, он примитивный по величине. Он имеет один всего метод. Он в этом случае вообще одни конструкторы. То есть он имеет в себе крайний примитивный. Это все его содержание. Он в разные конструкторы принимает разные конструкторы. Возвращает он респонс-текст, который тоже примитивный. Это конструкторы, конструкторы, конструкторы. То есть это крайне простые маленькие классы, состоящие в основном из одних конструкторов. Да, конечно. Давайте посмотрим, что он от нас хочет. Он хочет пас. Да, он хочет пас, который у нас есть, разные пасы. Я не помню, как это делается, но оно несложно, по идее. Ну, сейчас он, по идее, спросит пароль, но не пустит нас. Давайте попробуем. Ага, он возвращает форвард, надо еще одну завернуть. Еще раз продекрировать. То есть он бросает exception, который мы должны добавить сюда, еще одну штуку, которую будет exception понимать. Кому интересно, потом, может, мне. Давайте так. Опять же, вы видите, я последний раз этой библиотекой пользовался, ну, реально, вот эти вещи делал полгода назад точно. Вот он спрашивает. Видно, да? То есть это реально полшага. Это очень просто, потому что и каждый этот объект, я не знаю, что сейчас будет, если я введу сюда, но он переспрашивает. Потому что, видимо, надо сюда ему передать правильно. Вот я здесь передал empty, а мне нужно передать что-то реальное. Давайте попробуем что-то реальное передать. PS Basic. Он хочет, надо не empty, а... Ну, да, да, я понимаю. Давайте говорить fake. Что такое fake? Наверное, он что-то хочет здесь на входе. Давайте посмотрим fake. Boolean condition. А, это он по... Нет, нам нужен не fake, а empty. Default, наверное. Default. Нет. А, вот. Default и users, да. Мы должны передать users. В формате users login, password, urn, да. Ну, наверное, как-то так. One of users was incorrectly formatted, да? Хорошо. Не хочет, зараза. Так, сейчас, секунду. А давайте откроем тест на этот самый, на PS Basic. И там все станет ясно. Ну, вот как-то так должно быть это выглядеть. Ну, вот так. Понятно, да? Что угодно, да. Все, что он через HTTP. Мы пользуемся и под API его, и под даже юнит-тесты. Мы даже, когда у нас есть ряд библиот-проектов, в которых у нас есть реквесты, то есть мы отсылаем, допустим, куда-то через какой-то сервер, шлем запросы. И мы должны сделать подделку этого сервиса. Как это сделать? И вот мы для этого сами берем вот эту библиотеку. Вы видите, насколько она примитивна, и насколько она ее легко строит. То есть я могу вот в 50 строчках построить, поднять реально веб-сервер на каком-то порту. Он поднимается, и дальше запускаю юнит-тесты, они отрабатывают, и мы его тушим. То есть он легко поднимаемый, легко конфигурируемый. Это реально полноценный веб-сервер, который с автентификацией, с хедерами, с zip-овым, ну, с этим jzip-ом. Все-все-все, все целиком. Полностью. И мы его используем для юнит-тестов активно, потому что нам так удобно оказалось. Есть масса библиотек для фейковых серверов, ну, знаете, для HTTP, но это делает это все значительно проще. А еще там бит-капоузы? Что там? Бит-капоузы, печати? Нет, там все, там только plain java, нет таких библиотек. Это все написано, там реально java очень мало, библиотека очень маленькая. Там это она делает то же самое, на мой взгляд, как и Spring. Ну, конечно, Spring он больше и шире, но эта библиотека реально маленькая, в ней там 300 классов всего, каждый класс не больше 100 строк, и все целиком, это чистый plain java. Там на самом деле писатель в этот веб-сервер, все поднятие веб-сервера, можете ее посмотреть, оно занимает там, ну, это, не знаю, ну, это совсем чуть-чуть. Ну, вот там страды, оно все на потоках работает, многопоточное, то есть весь функционал. Но его реально, этот веб-сервер поднимать, это там 40 строчек кода. Все остальное, это завернутый, декорированный, декорированный, декорированный контент. В этом идея ООП, что мы все время берем, берем, мы все время действуем, мы все время работаем с объектами. Объект для нас что-то, а дальше мы это что-то заворачиваем, заворачиваем в новый функционал в новый новый функционал я использовал я работал с джетти а мне не нужно там зачем нет я могу это сам написать говорю 40 строчек кода зачем мне нужен джетти да в чем здесь фишка там реально это просто на java написать веб-сервер это ну задача для какой диплом на работе практическое занятие 45 минут сколько он пишется мы можем с вами написать за 10 минут подняли открылись сокет открыли поймали сокет прочитать еще тебе протокол но это еще там 50 ну не знаю там две страницы текста и че тебе протокол уже примитивный и все но есть конечно вопросы там более сложные например передача формы когда идет маем кодирование она довольно сложная там нужно эти из маем эти выдирать там куски она может очень большим там могут быть терабайты этого контента но это у нас заняло какое-то время да мы писали там там код посложнее а базовый http пришел запрос отдал запрос он очень несложный когда его можно когда эту всю проблему можно разбить на такие слои которые декораторами являются этих слоев там вы видели в коде там их может быть нужно 20 30 40 наслаивается 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 и каждый слой он очень тонкий в каждом слое можно нажать мышкой открыть и посмотреть что в этом слое находится и когда там видно это в этом слое всего 20 строчек кода то получается декомпозиция всей проблемы становится на другой уровень понимания она выходит не такой как в спрингеическая к describe спрингом иногда пытаюсь пользоваться но такого кошмар я боюсь к нему подойти очень реально держит меня за дурака то есть я должен вот он дает только вот там под узкое такой вот я думаю смотреть и там вот кодировать он мне не показывает что происходит я должен вот именно как как обезьянка папа инструкции по мануалу поставить 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 запустить заработала как она заработала чего она заработала но это только знает Женя Бориса, а я не знаю, и это не знаю, сколько нужно учиться, чтобы это понять. В данном случае, я же вам говорю, я этой библиотекой не пользовался уже, ну, в смысле, не писал ее внутри, но я понимаю, что, я понимаю логику, что если у меня есть контент, если у меня есть веб-страница, и ей не хватает авторизации, то значит, я, наверное, должен завернуть ее, ну, сделать ее с возможностью ловить авторизацию. Как она может называться? Ну, наверное, авторизация. Ну, вот я ее завернул, завернул, завернул. Вот так. У нас уже время вышло, поэтому, давайте, один вопрос, может быть, и все, и мы расходимся. У меня еще осталось три книжки, кому интересно. Все вот эти мысли, которые я говорю, возможно, они не все уложились вам в голову, но в книжке я на двухсот, на двухстах страницах попытался это все дать какому-то этому, этим мыслям более-менее завершенное логическое объяснение, поэтому рекомендую почитать. Ну, и у меня есть блог, читайте блог, Егор256, смотрите меня на Твиттере, читайте блог, я пишу раз в неделю что-то публикую, в основном про ОП. Ну, каждый день что-то пишу, но статьи у меня выходят как минимум раз в неделю. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!